Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас восьмая лица по счёту и тема распределения Больцмана. План занятия. Первый вопрос. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле распределения Больцмана. Второй вопрос. Барометрическая формула. При выводе основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов и Максвеллевского распределения молекул по скоростям предполагалось, что на молекулы газа внешние силы не действуют. Поэтому молекулы равномерно распределены по объёму. Однако молекулы любого газа находятся в потенциальном поле тяготения Земли. Тяготение с одной стороны и тепловое движение молекул с другой стороны приводят к некоторому стационарному состоянию газа, при котором давление газа с высотой убывает. Выведем закон изменения давления с высотой, предполагая, что поле тяготения однородно, температура постоянно и масса всех молекул одинакова. Если атмосферное давление на высоте H равно P, то на высоте H у нас давление равно P, чётко видно, то на высоте H плюс DH, то есть вот здесь если H, то здесь плюс DH, оно равно P плюс DP. при ДН больше 0, так как давление с высотой убывает, а разность давлений P и P плюс ΔP равна весу газа, заключённого в объёме цилиндра высотой DH с основанием площадью 1 метр в квадрате. То есть из этого следует, что P минус P плюс DP равно ρGDH, где у нас ρ – это плотность газа на высоте H. ДН настолько мало, что при изменении высоты в этом пределе плотность газа можно считать постоянной. Следовательно, DP равняется минус ρGDH. Это первое уравнение. Воспользовавшись уравнением состояния идеального газа, то есть уравнение Менделеева-Клаперона, PV равно m на малярную массу RT, где m – это масса газа, большой m – это малярная масса газа. Находим, что у нас плотность ρ равняется m на v, то есть масса на объём. Отсюда следует, что P – малярная масса, делённая на RT, тоже равняется ρ, то есть плотности газа. Поставив эти выражения в первое уравнение, получим DP равно минус mg на RT, pDH. Или уравнение можно написать в виде DP на P равняется минус M GDH, делённое на RT. С изменением высоты от H1 до H2 давление меняется от P1 до P2, только что мы на рисунке 1 смотрели рисунок. То есть для того, чтобы найти давление, нам надо найти интеграл с обеих сторон. Интеграл от P1 до P2 DP на P равняется минус M G на RT интеграл от H1 до H2 – dH. Отсюда мы знаем, что интеграл DP на P – это LNP, а интеграл DH – это H. То есть, поставив P1 и P2, мы получаем, что LNP2 минус LNP1. А из закона логарифма мы знаем, что это LNP2 на P1 делённый, то есть равняется минус M G на RT. И вместо H поставим H2 минус H1. Или вот это уравнение можно написать в виде P2 равняется P1E минус M G H2 минус H1 на RT степень. Это у нас вторая формула. Выражение 2 называется барометрической формулой. Она позволяет найти атмосферное давление в зависимости от высоты или, измерив давление, найти высоту, так как высота обозначается относительно уровня моря, где давление считается нормальным, то выражение 2 может быть записано в виде P равно P0 E минус M G H на RT степень. Это третья формула, где P – это давление на высоте H. А прибор для определения высоты над земной поверхностью называется высотометром или альтиметром. Его работа основана на использовании формулы 3. Из этой формулы следует, что давление с высотой убывает тем быстрее, чем тяжелее газ. Барометрическую формулу, то есть третью формулу, можно преобразовать, если воспользоваться выражением P равно NKT. То есть здесь есть у нас температура постоянная, K – это мы знаем, что это универсальный, постоянная Больцмана, то есть R на Энавагадре, поэтому постоянная Больцмана тоже постоянная, и поставив вместо PNKT и вместо P0 N0KT уравнение 3 можем написать в виде N равно N0E-MGH на R до степени, где N – это концентрация молекул на высоте H, а N0 – это концентрация молекулы на высоте, где H равняется 0. Так как малярная масса у нас M равняется M0 N-авагадра, N – это постоянная Авагадра, а M0 – это масса одной молекулы, а R у нас – это K, умноженное на N-авагадра, то есть универсальное, постоянное, то можем все это написать в виде N равно N0E-M0GH на KT, то есть четвертая формула, где M0GH – это потенциальная энергия молекулы в поле тяготения. То есть вместо M0GH мы можем писать P, то есть потенциальную энергию. Тогда у нас получится формула 5, то есть N равняется N0E-P на KT степень. Выражение 5 называется распределением Больцмана для внешнего потенциального поля, из чего следует, что при постоянной температуре плотность газа больше, чем где меньше потенциальная энергия его молекул. Если частицы имеют одинаковую массу и находятся в состоянии хаотического теплового движения, то распределение Больцмана справедливо в любом внешнем потенциальном поле, а не только в поле сил тяжести. На этом мы, заканчивая лекцию, перейдем к вопросу для закрепления нашей сегодняшней темы. Первый вопрос. К чему приводят тяготение с одной стороны и тепловое движение молекул с другой стороны? Второй вопрос. Напишите формулу распределения Больцмана для внешнего потенциального поля. Третий вопрос. Что следует из распределения Больцмана для внешнего потенциального поля? Четвертый вопрос. Прибор для определения высоты над земной поверхностью называется... То есть, вам надо написать название прибора. На этом заканчиваем нашу лекцию. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok